В Чебоксарах открылся Центр аэрокосмической информации. Располагается он в микрорайоне Байконур. На открытие Центра приехали высокие гости. Дважды Герой Советского Союза, Летчик-космонавт СССР, Большой друг Андриана Николаева и Чувашия Виктор Горбатко. Герой России, космонавт Александр Лазуткин. В Чувашии сейчас более двух тысяч школьников являются членами Объединенного отряда юных космонавтов. И, конечно, мечта многих увидеть Землю из космоса. Чтобы эта мечта стала более реальной, президент Ассоциации содействия космонавтики Байконур-Чебоксара Валерий Антихонов предложил открыть в Чебоксарах Центр аэрокосмической информации. Эту идею поддержали космонавты первого отряда и более молодые покорители космоса и члены Ассоциации выпускников КАИ. Мы работаем с юными космонавтовами Чувашии. Это главная цель, естественно, профориентация. То есть мы хотим, как люди, болеющие за нашу космонавтику, чтобы из ребят вырастали хорошие специалисты. Для изучения космоса в Ассоциации есть все. Музей с уникальными экспонатами, библиотека, в которой можно найти практически всю литературу об исследованиях околоземного пространства. На сайте Ассоциации постоянно обновляются новости космонавтики. Предусмотрено и личное общение с кумирами юных космонавтов. На открытии центра Виктор Горбатко и Александр Лазуткин рассказывали о своих впечатлениях от полетов, о том, как каждый готовился к главному событию в жизни. Космонавт должен хорошо учиться. Старался хорошо учиться, но не получилось. В школе я не был отличником, в институте тоже не был отличником. Но когда попал в отряд космонавтов, честно скажу, что я пожалел, что меня не научили учиться на отлично. Потому что в отряде, там как естественный отбор, ты должен учиться лучше всех. Виктор Горбатко целиком и полностью поддерживает создание центра аэрокосмической информации. И пусть не все его воспитанники в будущем станут космонавтами и свяжут свою жизнь с небом, такое образование всегда пригодится. Когда дети, особенно сегодня, после того, как мы много говорим о демократии, и немного распущенность есть, когда они занимаются этим, то изучением и авиации, и космонавтики, ну и всего другого, это их уводит от улицы, от плохой улицы. Сейчас 530 человек из 43 стран побывали в космосе. Из них 115 – представители Советского Союза и России. Кто знает, может через несколько лет этот список увеличится и за счет еще одного нашего земляка. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.